то что происходит сегодня во первых уже в нашей истории было в той или иной форме там масштабе вот какие с какой-то спецификой но это происходило сегодня тоже самое мы эту операцию начинали с ультиматума помните декабрьское заявление там ультиматум рябкова и так далее и мы помним что мы предъявили ультиматум я не понимаю с какой цель вот до сих пор не могу понять мы предъявляем ультиматум который не исполнен не может быть вот никем и никогда исполнен исполните дипломатия не заключается только в предъявлении каких-то вот там ультиматума протестов и так далее есть видимая часть дипломатии то что показывает так сказать телезрители но для того чтобы выйти на переговоры иногда месяцами проводятся консультации предъявляют эксперты просто предъявляют вот одна позиция наша и значит ну другая сторона предъявляет свою позицию но в любой позиции всегда есть некие отступление потому что соглашение договоренность это есть компромисс зеленский заявлял и не раз однозначно что с режимом путина или с путин и его там окружением вести переговоры не будь я полагаю что сегодня нам ультимативной форме предлова предложено тоже вот рассмотрение вопрос обязательно здесь учитывается ситуация на поле боя и многие сегодня вот и там даже этот генсек нато говорит что все решится на поле боя ультиматум ну я не знаю вот я слушал как бы ну такие неофициальные мнения что ультиматум нам предъявлен серьезный вывести войска до девяносто первого года там учитывается что требует украина и безусловно усиливается давление на нас на нас это уже ультимативные требования если мы будем терпеть поражение то будет только усиливаться вот и в частности по крыму севастополю выводите свои войска вот до там девяносто первого года ну то есть нас на своей за своей государственной границе вот и демилитаризуете крым и севастополь сокращаете там или полностью выводите и значит попадаете под международное наблюдение то есть какие-то международные комиссии понятно это натовские будут которые будут следить чтобы мы ушли сегодня посмотрите все евро страны раскручивает свой военно-промышленный комплекс так то есть идет милитаризация европы сегодня мы видим да что и во первых там ну где-то в несколько раз увеличили силы постоянной боевой готовности вот сядьте значит остановить войну остановить боевые действия вот и внесите предложение по группировке войск там по отдалению и так далее чтобы снять вот эту напряженность особенно давление со стороны политиков да пошли нафиг вот мне солдат моих жалко то там не моих что ты думаешь моих менее жалко что вот и все потому что мы видим кровь мы видим вот эти увечья ранения он мне присылает там с украины ну ужас ну это страшно это вот заваленные целые там эти помещения огромные морально сейчас ну мы проиграли сильно мы проиграли геополитически сегодня там принимаются такие вот ну рекомендательные решения что и зеленский просит об этом что россия должна нам все разрушенное восстановить понятно и россия придется восстанавливать будут собирать с нас с вами с каждым да да способы изощренные найдутся с нашей стороны будут это какие вам пенсии какие льготы вы видите что мы вот совсем там миром воевали мы потерпели поражение давайте восстанавливать страну и так далее вот и все знаете был такой значит лев яковлевич рохлин да вот чеченская война он делал все порой не выполнял глупые приказы да но он берет каждого солдата каждого офицера и он потом это был самый популярный генерал вот в то время когда первая чеченская компания и он стал значит народным депутатами его избрали председателем комитета обороны госдумы вот ну и такое широкое движение там было поддержку армии авиации там и флот и оборонной промышленности вот и там решался вопрос режим ельцина качался вот так да и вот обсуждали такой вопрос лёва тебя завтра единодушно там изберут и так далее ну ельцина где-то там подвинуть вот и наведем порядок месси и он так ответил да порядок мы наведем да но что я буду делать с экономикой что я буду делать с международной вот эта деятельность ведь я не специалист и тогда предлагалось решение я это впервые говорю значит но в кулуарное такое что давайте пригласим во главе правительства по крайней мере значит опытного заслуженного человека и так далее и вот я значит с одним который потянет промышленность он понимает ситуацию у него есть богатейший опыт но вот к одному обратились он сослался на здоровье потом поехали к другому ну там неправильно значит говорили другие что как бы участвовать в этом движении вот не согласились вот не согласились поэтому чисто военный там переворот как вы говорите да вот это не все это не все да мы примирить можем на поле боя но сегодня вот то что страна в каком экономическом состоянии посмотрите социальное положение народа простого народа олигархи они не пострадали но у него из 20 миллиардов там на миллиард меньше станет а вот народ и здесь нужно очень ответственно подходить и лучше всего ведь военный переворот но мы видим что сегодня есть я раньше говорил что гражданской войны в россии быть не может могут быть там перестрелки и так далее но вот сегодня вот это самое опасное что ли течение да там росгвардия ну есть и чечня имеет вооруженные силы вот и сейчас дают регионам там возможность иметь там территориальную оборону и так далее вот это вызывает у меня значит да но опасение что может быть такая война и вот задача военных сегодня не допустить вот этого внутри гражданского вооруженного конфликта тем более войны вот но вот из этой тяжелейшей ситуации вытягивать экономику и социальную сферу а это и образование медицина и наука и так далее вот это гуманитарные социальные вопросы это нужно призывать мобилизовывать самые лучшие умы лучших там академиков лучших профессионалов сегодня у нас все наоборот все это вычищается на обочине власти на обочине государства еще сохранились и плюс я наблюдаю есть еще вот ну где-то в 45 там 60 летнем диапазоне есть сегодня и мощные организаторы значит нашей информационной вот этой системы организаторы производства сохранились и есть еще люди которые могут быть и консультанты но тот же василий александрович мельниченко например да был конратенко участь мельниченко это лучший и практик и ученый доктор наук именно по сельскому хозяйству они досконально все знают вот только вот так вот сформировать не допустить гражданского вооруженного конфликта вот и дальше профессионалы должны не эти глупые идиоты которые вот там нигде ничего ну и сегодня здесь но я видел как там христианка назначали назначают там рогозина чудака это который да мы импортозамещение за три месяца решил я думаю боже мой я с ним знаком с его отцом там где-то служили центральном аппарате и думаю ну как ты станков у нас нет у нас станочный парк уничтожен вот это элементной базы у нас нет там авионика электроники нет ничего нет а ты говоришь значит за три месяца решим ну как вот такие люди и руководятами космосами так далее и такие сплошь и рядом вот потому что у нас шел подбор кадров по принципу не умнее меня ну еще там второе не буду говорить чтобы был не умнее меня а Евгений Юрьевич Питцин сказал сказал такую фразу на фоне дурачья ты сократом будешь казаться поэтому вокруг тебя должны одни дураки быть попри все мы шановні глядачі вистояли и обовязково переможемо бо разом мы сила підпишитесь на канал ставте вподобайку пишите свой коментар та поширюйте цю информацию оябий да а Продолжение следует...